О, пошла запись. Привет, мои хорошие! Я пошла в лес гулять. Пошла в лес гулять, радовать себя, наслаждаться хорошей погодой. Не знаю, докуда я дойду одна. Но вот вчера я ходила-гуляла в компании. Сегодня эта компания, так скажем, немного приболела. Спины пересекло. Крыло перебито. Ну, в общем, так не сформулировали это свое недомогание. У нас сегодня 1 марта. С первым днем весны, вас, мои дорогие. У нас все еще полно снега. Ну, это естественно, где мы живем-то. В лесу одной нет, не страшно, допустим, если у кого возникнет вопрос. Во-первых, здесь я не одна. Наверняка мне встретится много народу. У нас сегодня пятница. Я проснулась в 9 часов утра. Я уже утрясла все свои дела в центре города. Уже успела заебаться, почем зря. Пришла, приняла душ, думала, лягу спать. Нет. Потом подумала, что скоро начнет все таять. Блин. Ну, вот еду и даже в дороге не чунули, наклонилась в сугроб. Когда начнет все таять, здесь земля такая начнет, ну, воглая быть. Будет много грязи, когда снег сойдет. Нужно пользоваться моментом. Тем более, пока я здесь, имеется в виду, дома. Потому что с Божьей помощью я, может быть, улечу скоро. Не хотелось бы загадывать, но все же. Ну, вот. Первый встретившийся в ней человек. Посмотрите, какая милая. Ой, такая нарядная. Такая красивенькая. Здравствуйте. Вот, кстати, всех, кого я встречаю, большинство людей здороваются. Это о чем говорят? Потому что у нас люди приветливые и очень хорошие. Причем здороваются не в ответ на мою улыбку, допустим. Я вот эту женщину вообще не знаю. Потому что мы приветливые и культурные. И все про нас плохие вещи говорят. Что мы угрюмые люди. Ты камера у нас? Камера, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Все снимаете? Идите? Снимаю. Где гуляете? Видео. Да, да. Хорошо. А вы уже, ваша прогулка закончена? Да, я уже погуляла. Вы до куда ходите? До речки и обратно. До речки? А мы вчера тоже до речки ходили с приятельницей. И сегодня она немного привалела. Осторожно. Да, ой. Какие у нас спортсмены. Такие хорошие. Я тоже попытаюсь дойти до речки. А здесь что по прямой идете? Это-то я знаю. Дорогу-то я знаю. Не знаю. Может быть скучновато? Да ничего. И дети любуйтесь. Любуюсь. Просто, просто наслаждаюсь. Конечно. С первым днем весны вас. Да, и вас тоже. Да. Видите? Еще одно подтверждение. Вчера разговаривала с человеком, с транспортной организацией, с которой я раньше активно сотрудничала на старом месте работы. Значит, со мной поделились такими откровениями, что там вообще происходит. Ё-моё. Вообще работать невыносимо. Боженька, спасибо, что ты упас меня от всего от этого, от всего этого блядства, как говорится. Снега у нас вообще тьма, тьмущая. У нас сегодня минус два. Ну вот сейчас минус два. Утром было минус девять. Да, в районе девяти часов утра было минус девять. Я без варежек, потому что смысла нет их таскать. Получается, что я беру варежки и постоянно их таскаю с собой. Я ещё заметила один факт, короче, на куртке. В этой куртке я хожу уже. Я получила её в посылке перед Новым годом, мне кажется, где-то в ноябре. Но я не помню. Мне её выслали из Самары. И я, представляете, что заметила. Вот буквально на днях с моего капюшона не снята защита. Я заметила вообще случайно. То есть защита была ещё вот здесь, вот в конце куртки. Здесь она снята, а с капюшоном не снята. Значит, куртка у меня висит. Я захожу такая в гардеробную. Смотрю, думаю, что такое. Это что такое, варежка что ли, перчатка упала. А свет выключен в гардеробной. Я думаю, ничего себе, это что за ерунда. Смотрю, пластмассовая штука. Я обалдела. Так вот, мне нужно сегодня как-то найти момент. Зайти в магазин, где продаются вещи с защитой. И снять её. Я уже запыхалась. Вот вчера мы ходили-гуляли. В районе полутора часов провели в лесу. Боже, как это хорошо. Я так хорошо спала. Сейчас я захожу в берёзовый лес. Какой нарядный. Потрясающе красиво. Просто не воспользоваться этой красотой. Это просто преступление. Вот такая вот дорожка. Она вытоптана, достаточно широкая. Идёшь и просто обалдеешь. А летом... Летом здесь тоже гулять отдельная история. Я снимаю на селфи-палку. Вчера я, значит, селфи-палку забыла в сумке. Ну, короче... Вот Татьяна Васильевна забыла её в сумке. И сейчас подошла. Мы договаривались с ней, что и сегодня пойдём вместе гулять. Она сейчас в отпуске. До 11 марта. Я тогда рассчитывала, что я с ней каждый день буду ходить гулять. Ну, там в зависимости. Минус выходные дни, потому что она человек семейный. Да и каждый выходные дни проводит по-своему. На неделю, думаю, будем ходить гулять. А она себя чувствует не очень хорошо. Так, вот мне встретилось. Вот уже когда в этом лесу 4 человека. А вот в том лесу, возле моего дома, это вот небольшой лес возле моего дома, потом небольшая дорога такой перед лесом. И вот сейчас я зашла уже в другой лес. Лес, который ведёт к реке. В том, в моём лесу так пели птицы. Я прямо вот так вот остановилась и слушала, слушала, слушала. Такое наслаждение. В лесу вообще тишина. Вообще. Так, вон идут две женщины. За ними идёт мужчина. Я вчера пришла вся такая мокрёхонькая. Я же думаю, что это сгорают калории. Здравствуйте. Здравствуйте. Пошу, пани женщины. Ну, люди, в принципе, так вот это. От селфи-палки. Они такие, о, это что такое? Проходите, пожалуйста. Спасибо. Вообще, я себе какие-то наметила... А, мне так понравилось стихотворение небольшое. Я его прочитала ВКонтакте. В общем, я так-то гришу социальными сетями. Захожу иногда, почитываю. Блин, как бы это вспомнить его? Как-то... Так, как же оно? Там такая картинка ещё была, такая тематическая. От красавиц пощады не жди. Истощают... Сердца, блин, истощают мозги и карманчики. Любишь розы, люби шипы. Больно колет, люби одуванчики. Вот, 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 вот. Какое клёвое, правда? Посмотрите, в советские времена, как посажены деревья ровными рядками. Сами ходили рядами. И здесь деревья садили рядками. Ну, спасибо вам за наше народное достояние, за лес. Посмотрите, многие, допустим, не знают, что такое берёзовый лес. Люди, которые живут в южных каких-то странах, они не знают. Ну, вот, в Сочи нет же, допустим, берёз? Нету. Там пальмы и какие-то фикусы растут в городе. А вот она, русская берёза, о которой так много стихов написали наши русские поэты. Вот она, вот она. Вот такая вот тонкая, высокая, стройная дерево. Вон там вот тут идут люди, как-то параллельно. А, я догад... Это, по поводу калорий. Я пришла вообще, выжимай хоть штаны и выжимай хоть кофту. Там какой-то опять добрый комментатор мне написал на моём видео. О, худеешь, типа, правильно делаешь. Спасибо вам за конструктивную критику. Хорошо, что вы не пишете там обзывательства. Вот там вдалеке немного скрипит дерево. Я смотрю, какая погода в Алании. Какая вообще. Такой тёплый дождик идёт там, 21-22 градуса. Тёплые дожди. Я просто это представляю, как круто. Сейчас ненадолго закроюсь, а потом, я думаю, вернусь к записи. Нужно позвонить просто. Дорогие, я к вам вернулась. В общем, сегодня же пятница, нужно уже было условиться, как провести сегодняшний вечер. Только что прошёл мужчина и сам первый поздоровался. Вот такой молодец. Видите, какие у нас люди хорошие на Урале живут. А вот там я прошла женщину. Представляете, у меня сердце прихватило. И она села. У нас же вот тут очень часто встречаются такие вот лавочки. Бревно набитое к двум деревьям, прибитое бревно. Ну, сейчас покажу, как ей. И она села, ей немного плохо. Но то, что она села, это хорошо. Отпускает, говорит. Здравствуйте. Люди, как некрасиво, наверное, говорить, пенсионного возраста, элегантного возраста, занимаются скандинавской ходьбой. Все вот с этими палками. Причём даже семейные пары. Муж и жена такие, бабуля с дедулей, идут, гуляют. Так вот про эту женщину. Я говорю, как вы себя чувствуете? Она говорит, вот уже лучше прихватила. Пошла с приятельницами гулять. И я вот так вот подумала. Это же страшное дело. Вот здесь может случиться всё, что угодно. И говорю, это надо же, а? Это надо же. Здравствуйте. 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 Кстати, это моя физичка. Тамара Фёдоровна, что ли. Она что-то, блядь, меня не узнаёт. Ну, мне кажется, как меня можно не узнать? По-любому узнала. Она всегда была такая, немного с прибавахом. Не особо-то, вот есть же такие люди, да, они вот, как сказать, необщительные. Сами по себе вот такие. А вчера, когда мы гуляли, я встретила Елену Владимировну Мальцеву. Это мой воспитатель, который меня выпускала, значит, она меня так обняла. Меня все помнят всегда, когда я ездила к терапевту, вот, 26-го числа, встретила Людмилу Яковлевну, там, моего учителя по географии в школе. Тоже прекрасно помнят меня по имени, вообще помнят. Все в здравии. Если уж меня помнят из детского сада воспитатели, то какая-то физичка, которая учила меня с 5-го по 9-й класс, не помнишь, что ли? Да, конечно, ага. Не помнят даже технички в школе. Тут такая-то уже дорожка, то в гору, то на гору, и достаточно скользко. Все же немного, как бы, тает, и так хочется держаться к обочине, ну, чтобы не пасть-то. Ну, вот парниш какой-то идет с собакой. Первый представитель молодежи. В наушниках. Слышите? Скрипит лес. Скрипят старые деревья. А, число подписчиков на моем канале растет, мои дорогие. Нас становится больше. Это значит, то, что я говорю, и мой образ жизни людей это привлекает. Ну, как, так скажем, достаточно интересно, что эта дурочка еще выкинет в очередной раз. Мужчина, женщины идут. Ну, такие тоже уже к элегантному возрасту ближе. Еще и с пакетом. Наверняка у них был какой-то пикник. Очень классно, допустим, взять с собой термос с чаем, бутерброды. Мужчина идет в темных очках. Причем темные очки, они сами по себе, вот знаете, они с диоптериями, они от зрения. Для зрения, вернее. Я вот никогда не понимала людей, которые носят очки, допустим, тебе для зрения очки, а ты носишь их затемненные. Чего вы, суки, скрываете? Чего вы там вот вообще? Мне кажется, это люди какие-то вот прям вот неискренние. Какие-то вот даже вот подлинненькие, я бы сказала, которые свое нутро прячут там за этими стеклышками. Когда я работала в военкомате, у нас в отделении призыва вот такой вот работал Владимир. А потом чего, блядь, выяснилось про этого Владимира? Что насчет Тота Ферюга? Но он работал на должности не на военной, а работал, ну так, книжная крыса. Сидел там, личные дела перебирал. Здравствуйте. Немного запыхалась. Блядь, блядь, такая неспортивная. Думала я вообще, в принципе, как уеду с концами в город. Но вот утром у меня дела были в районе 12 часов. А сейчас, сейчас уже третий час дня. Думала, дела сделала, и я останусь в городе еще до позднего вечера. Нет. Удалось все быстро завершить. И скользко. Смотрите, как выглядит снег. Я знаю, меня люди смотрят в Таджикистане. Кто снега-то и не видал. Во, прикиньте. Вот зря только он руки намочил, а варежек нет. Сейчас вытроп, что у меня. Вчера мой, так скажем, знакомый из Турции, из Алании попросил ссылку на мой канал. Блин. Прям, знаете, уши прям горели у меня. Я думала, сейчас смотрят, блядь, меня костерит, наверное. Вот такого плана у нас лавочки набитые. К дереву. Прибито бревно. И вот там путник может присесть и отдохнуть. Так вот, Синан, если ты меня смотришь. Мираба, Мираба. Дорожка идет немного вниз. Туда. Не знаю, насколько это видно, но немного вниз. Таким по кадрам. Практически дошла до реки. Ой, как хорошо. Прямо тут щеки трясутся. Смотрите, как снег уже не скрипит, потому что нет мороза. Снег скрипит только в мороз. Ой, вчера эту женщину видела с этим же собачонком, когда мы ходили гуляли. Но это было время немного раньше. Сейчас покажу эту маленькую красавицу. Она даже в пинетках гуляет. Ой, ты малышка. Здравствуйте. А мы вас вчера видели. Вы помните? Посмотрите. Эй, ты малышка, ты где? Ты где, красотка? Ой, какая. Да какая же ты красивая. Посмотрите, ножки, ножки. Я не могу. Какая же ты, милашка. Носочка в комбинезоне. Как ее зовут? Лада? Злато. На самом деле золото. На самом деле золото. У нее еще и паспорт есть у такой модницы. И клеймо. Да ты дорогая. Дорогущая. А как эта порода называется? Это брюссельский фитон. Ты что там что-то прерыкивает? Она так? Да. А у нее есть детки? Нет, не получилось так. Я болела все время. Что же там есть? Еще такая модница и с кармашками. Комбинезончик-то с кармашками. Зачем эти кармашки? Он скажет, нужно только этот комбинезон даться, да? А в этом году всем прям этот кармашек. С кармашком, да. Ты такая малышка. Такая милая. Такая вообще. Такая. Птички поют. Подстрижемся и не будем на себя похожи. Будем похожи на настоящего грифона. Отец обросла? Да к зиме надо немножко. Ну, отец, чтобы вам подстрижаться. А вы подолгу гуляете? Ну, по два часа, да. Отлично. С первым днем весны вас. И вас, Татьяна. Да. Хорошо с этим. Очень хорошо. И вчера было. Это немножко сыровато, мне кажется. Это мне тяжело сегодня. Вот там женщине недалеко стало немного плохо. Сердце прихватило. Я прям села вот на это бревно. Ну, там, ну, там, ну, сыровато, сыровато, да. Сыровато, да. Минус два. Постояло бы хоть минус, еще в марсе-то постояло бы, чтобы походить пять лет. А вот снег сойдет, и часа, наверное, и, наверное, недели три будет такая воглая, все грязная, да? Ну, конечно. Вот только март еще постоит, а там... А потом начнутся клещи. А вы привитая? Я-то да. Я нет, я что-то как-то вот, я не верю в нашу вакцину. Вакцину нет. Мы уже много лет. Да? Лет из десяти лет. Я как-то не верю в нашу вакцину, потому что, когда вакцина разрабатывается, он уже видоизменяется, клещ-то. А кому это не отвезет, там, каждый три года, там, встанется. Ну, наверное. А так, ты куда-то отвезет, там? Ну, ты где-то. Вот какие люди с пикника идут. Ты же эта дурочка, блядь, как она? Пишет и всякие влоги, всякую хуйню-то про свои путешествия. Причем не снимали, а-то пишет. Кому, блядь, это интересно читать? А кому интересно на меня смотреть, да? Вот туда вообще. Катись колбаска по Малой Спаской по Малой Спаске. Там вообще очень такой покатый. А вчера, когда мы после леса пошли, в общем, по магазинам, мы встретили одну девочку, Юлю знакомую. И она говорит, что у нас на Ленинском есть какой-то карьер. Ну, там буквально 100 метровый, и там такие красивые места, и он находится. Вот это вот называется Минутка. В общем, этот пуск называется Минутка. А там-то карьера, говорят, там такая природа красивая. Я вчера только об этом услышала. Вот они, наши Уральские горы. Видите, вот туда. Я молодец, я дошла до реки. Народу много в лесу гуляет, потому что, ну, где у нас еще гулять? А вот там я проходила, даже добрые люди, допустим, когда были на пикнике, которые не израсходовали свой угол, видимо, тот, который приносили для шашлыка. Приколотили его к дереву. Так вот привязали. А, нет, не приколотили, они его привязали. Какой-то бечевкой. Возможно, кому-то понадобится. Так наверняка. Хорошо, да, когда я молчу. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Тут уже скользко. Вот если со скандинавскими палками ходишь, то тут еще можно как-то добраться. А так... Смотри, как клево. Какое уже небо красивое. Солнышко. Все, надо возвращаться. Может, немного посидеть. А лавочки? Надо возвращаться. Надо возвращаться. Я считаю, в такие моменты, когда ты бываешь один сам с собой, ты просто отдыхаешь. Здесь не так слышно, но и скрипят старые деревья. На противоположной стороне березовый лес, через речку которая... Это правда наслаждение гулять по лесу, наслаждение. Это просто роскошь. Ну-ка. Посмотрела, вообще идет запись или нет. Сейчас немножечко удалю. Все-таки селфи-палка это такая роскошная вещь. Это очень удобно. Вообще, придумана гения. Все, нужно возвращаться. Завтра пойду в лес еще гулять. Обязательно. Ну, вот прогулка, так скажем, условно говоря, из точки А в точку Б, допустим, вот до этого места, туда и обратно, занимает в районе одного часа. Это же немного. Такой звук снега. Ну вот марта еще, конечно, постоит. Вот такой снег постоит. Ближе к концу марта уже снег будет сходить. Будут такие порталинки, подснежники. Как солнце красиво падает вот на тот склон. Не знаю, передает ли это камера. Вообще. Что думаете, я же ползу в гору? Ну, а такая небольшая, но гора. Вчера, мне кажется, как-то я больше запыхалась. Ну, а какая-то... Ну, я же. Ну, я же. мамочки посидеть может вообще так нельзя нельзя останавливаться когда физической нагрузки какой-то подвергаешься нужно медленно но идти и дышать полной грудью прям вот как делаю я здесь уже тенёк такой башка смотела косичку заплела чтобы было что-то ветер ветер как-то и сильный у меня шапка заебись она без шва и хоть как наденешь тетя надя моя рукодельница вот эта вот шапка из швеции вот это вот которую мне выслали с этим пуховиком вот такой вот заворотик то есть блять я не могу меня башку давит мозгов то много прям давит я не могу вот эта шапка офигенская просто вот там тамарочка стоит физичка моя все мои дорогие пойду с быстрым шагом буду похудательный процесс сейчас вот это вот вот это вот вторая которая она всегда была не понятой в школе такая была как как с луны вечно свалилась день здоровья второй день здоровья оба средних луч падает солнце прям так преломляет был бы с меня бриллиантик надет его так подошла под это под луч солнца вот раз и вы бы все ослепли от этого прекрасного сияния все люблю целую ваша инна буквально день здоровья пока пока мои хорошие заготовка